А вы можете объяснить, как Творец подстраивает человеку все эти состояния? Ведь так много людей, миллиарды. Как можно всем это подстроить? Где эти миллиарды? Я не понимаю. Где ты видишь миллиарды людей? Это не миллиарды людей. Смотри, ты видел когда-нибудь птиц в небе? Ты видел рыб в море? Как они плавут косяками, плавают косяками? Есть такие косяки в море. В стае рыб есть миллион рыб. Действительно, миллион рыб. Ты видишь, как они плавут? Сейчас они поворачиваются. Так не первый поворачиваются, а потом третий, четвертый и последний. Они все вместе. У них есть один мозг, потому что они связаны вместе. И сразу же поворачиваются. Птицы в небе. Не за первым, как мы думаем. Мы эгоисты, мы не понимаем, как они действуют. Они действуют одновременно. Смотри, как... Я иногда смотрю на... Птички такие. Не-не. Я говорю сейчас... Это стая львов. Прайт называется. Когда они... Идут на охоту. Двадцать. Как между ними... Какая связь между ними? Это не связь, которую они рассчитывали заранее. Если что-то меняется у одного, то второй чувствует, третий чувствует. Есть один мозг. Групповой. Это то, чего у нас нету, а у зверей это есть. На уровнях неживого растительного животного есть. Если бы мы провели исследование, какое-то дерево в лесу что-то чувствует, все остальные деревья чувствуют то же самое. Это наверняка. Мы лишь не можем это обнаружить. Есть такие исследования же? Вот. Пожалуйста. Не то, что они физически соединены какими-то корнями. Даже без этого. Если есть группа, есть особое чувство, особый разум один на всех. И это действует, это задействует всех. Одинаково. Нет времени, нет расстояния, нет ничего. Этот механизм уже над ними доминирует. Так я спрашиваю, как во все эти времена, почему именно сейчас должно дойти до того, чтобы тебя унижали? Какие люди? Это не люди. Ты говоришь, миллионы людей в мире. Это не миллионы людей в мире. Они находятся под одним разумом, и он вводит в действие свои части. Они не считаются индивидуумами, существующими сами по себе. Я не понимаю. Все задействованы их желаниями, находящимися в руках высшей силы света. О чем ты говоришь? Кто это они все? Они-то не все. Приказ свыше, и все действуют напрямую? Напрямую от разума. Кто такой творец? Замысел творения. Вначале. Желание построить дом. Как я строю дом? Разные сферфикации, чертежи, и так далее, и так далее. Пока дом построен. Замысел творения, она и вводит в действие все. Кого здесь вводит в действие? Кроме желания, нет ничего. Нет проблемы его ввести в действие. Ты впечатляешься, смотришь с точки зрения людей на самих людей, и впечатляешься от того, что все они задействованы. Кто мы такие? Все, что есть в нас, любое движение, желание, ощущение, телесные действия, воображение, мысли, все это не мы. Кто мы? Мы есть ощущение, и не более того. То, что ощущается желание получать, это и есть я. Следствие ощущения. Если ты отключишь меня от ощущения, я не буду чувствовать себя, не буду чувствовать себя существующим, ничего, меня нет. потому что есть желание получать, каждый из нас это маленькое желание получать, которое чувствует свою действительность, такое действительность, и чувствует то, что он чувствует. Нет материи. Материя – это желание. Ему задействовать миллиарды? Что такое задействовать миллиарды? Это все одна система, один организм. Малейшее изменение – это как стая рыб, меняет всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова